Мании бывают разные, плохие и хорошие, но всегда они захватывают человека полностью. Мания коллекционера — собирать то, что нравится. Сейчас речь пойдет о стекломании. Выставка с таким названием открылась в Историко-Краеведческом музее. Собирание стекла захватило коллекционеров Елену и Сергея Клевцовых стремительно, после поездки в Вышний Волочок, где работал когда-то один из крупнейших стекольных заводов «Красный май», делавший стекло для кремлевских звезд. И всего за год на полках в их доме в Королеве появилось порядка 300 экспонатов. Часть коллекции они привезли в Щелково. К сожалению, не человек может делать все, а машины. Вот, наверное, сейчас мы видим ту коллекцию, которая была сделана не машинами, а руками. Это выдувало стекло, это была чисто ручная работа. И те предметы искусства, которые сделаны именно ручными машинами, они, конечно, имеют за собой человеческую энергетику, душу, настроение, передачу атмосферы. На выставке представлены изделия нескольких заводов. Дядьковский хрустальный, Никольский в Пензенской губернии, Ленинградский завод художественного стекла, Гусевской хрустальный, завод Красный май. Увы, сегодня в нашей стране не осталось ни одного. Единственный стекольный завод работает в Белоруссии. А ведь в Советском Союзе их было несколько десятков, а в дореволюционной России, по разным данным, от 70 до 90. Поэтому все эти вазы, фигурки, блюда, пепельницы родом из второй половины 20 века. Каждая несет в себе частичку истории. Когда-то они считались ширпотребом, сегодня стали произведениями стекольного искусства. И найти их можно лишь в частных руках, на барахолках да в интернете. Коллекционеры рассказывают, что художественные изделия, как правило, были побочным продуктом основного производства заводов технического стекла. Как, например, вот эти вазочки из Саранска. Вот это, вот это, вот то, что стоит. Это вообще электроламповый завод. То есть вот тоже на заводе, который делал техническое стекло, вот такой вот человек появился, и он такие интересные вещи сделал. А иногда художник стеклодув использовал в своем ремесле мощные промышленные печи, вообще никак не связанные со стекольным производством. Вот эти вот удивительные изделия, это один из больших наших сюрпризов. Это не стекольный завод, это завод металлургический. Поселок Верхний Сецк сейчас входит в территорию Ефтеринбурга. Но печь горит круглые сутки, почему бы не посадить рядом художника. Представляете, вот такая побочная продукция металлургического завода. Директор музея Наталья Богданова признается, что очень рада тому, что коллекционеры демонстрируют свои собрания щелковскому зрителю. Кстати, это уже не первая выставка Елены и Сергея Клевцовых здесь. В прошлом году они представляли традиционную глиняную игрушку. Для щелковцев это огромная удача, что у нас есть коллекционеры, которые не просто забирают эти красивые предметы, ставят себе в шкафчик и делятся с музеями, такими как наш. Кайф всего вот этого в том, что это было доступно всем людям, просто всем. Ну, может быть, там, хрусталь дорого стоит по тем временам, а стекло-то недорого стоило. И, тем не менее, действительно, хотя это делалось на заводах, то каждая вещь, она делалась индивидуально. Творчество художника и вот этих стекольных мастеров. Хочу вам сказать, здесь застыло действительно просто такой комок творчества, энергии всех этих людей, которые их создавали для нас. Наслаждайтесь! Яркие, искрящиеся изделия, на которых причудливо играет свет, напоминают елочные игрушки и способствуют созданию новогоднего настроения. Выставка в музее продлится до конца января. Субтитры создавал DimaTorzok